Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, что это может быть? Я с мужем разговариваю. У меня сразу у души идёт, что, может быть, его мать умерла, его как подменили, и он с родными стал общаться. Ну, такой. Здесь получается несколько скомканный вопрос. На мой взгляд, мы считаем, наверное, всё-таки хотелось бы побольше информации, побольше каких-то деталей. Хотелось бы, наверное, побольше какой-то информации о вас, но что есть, то есть. Вот. Значит, что хочется сказать. У души это про обиды. Вот. Это вот очень важно это фиксировать, что у души это про обиды. это про обиды, ну, не выражено, подавлено, если хотите обиды. Вот. Поэтому задача включаться в том, чтобы эту обиду выявить, вытащить её, выявить. А дальше уже, как я думаю, дальше уже можно будет о чём-то говорить. То есть, дальше можно будет в каких-то направлениях двигаться. И что-то вам, вот в этом смысле, рекомендовать. Вот. Ну, габать. Габать, да. То есть, габать относительно того, что это может быть. Ну, можно бесконечно. Я, вот, как-то, наверное, не хотел бы, не хотел бы этого делать. Всё-таки. Ну, потому что, ну, угадание, это максимально неблагодарное затея, максимально неблагодарное общее занятие. Вот. И редко, когда из этого вот прям чё-то такое вот хорошее получается. Редко, когда из этого вот чё-то такое вот полезное выходит для человека. Вот. Вот. Максимально мне бы не хотелось габать, а хотелось бы всё-таки какой-то реальной, реальной информации владеть и так далее. То есть. Ну, то есть, если у вас на самом деле, если у вас на самом деле есть чувство обиды, если вы на самом деле чувствуете обиды, то это и про ожидания определенные и про нарушения 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 эм своих личных границ ну, как бы в угоду в угоду там кому-то, да. Ну, например, в угоду мужу, вашему, допустим, в угоду мужу, а вот, или там, ну, как-то это связано, может быть, с вашими родственниками, да, которых вы, там, игнорируете, допустим, ради своего мужа, надеясь, что он это оценит, он это никак не оценивает, и так далее. То есть, здесь, правда, очень просто много вариантов, и какой из этих вариантов подходит вам, да, совершенно не ясно, потому что вариантов много, и нужно разбираться, совсем нужно разбираться вот так, досконально, ну, по возможности. И уже вот как-то на основе этого анализа, да, уже смотреть, что мы можем для вас сделать, как мы можем вам помочь. вот как-то так. Ну, если ваш муж побольше общаться с вами родственниками, то вполне может быть такая ситуация, что вы чувствуете себя обделенной, чувствуете себя броченной, ощущаете вот некую такую, может быть, ревность, ну, вы чувствуете ревность, да, вот, ну, что вы делаете, вы блокируете и это, вот, например, для того, чтобы, ну, скандал заводить, так, допустим, потому что, к примеру, не умеете, например, общаться со своим мужем, что вас не выстроим с ним контакт, контакт, то, конечно, какие-то такие разговоры действительно могут привести к конфликтам и устарам, это правда. Ну, вот, очень важно, опять же, чтобы подробно проанализировать и выявить ваши переживания, которые, ну, которые у вас есть, сто процентов, сто процентов, сто процентов, есть, и вот уже дальше решать, что и как с этим делать, то есть вот решать, как волны обращаться с тем, что, ну, с тем, с чем вы столкнулись, да, вот, и решать, что делать вообще, вот, ну, со своей жизнью в том числе тоже. Вот, вот как-то так, я думаю, можно вам ответить. С точки зрения психологии, да, с точки зрения психотратии, вот, с точки зрения моего опыта, какого-то, ну, работа с такими, с такими, ну, с такими, ну, с такими ситуациями, с такими случаями, вот, с такой проблематикой. Все решаемо, поэтому обращайтесь, будем рады помочь. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.